Автомобили рухаются по автодорозе М8 у Шарниговским на Керунку. Прикладно, в двух километрах от Гомеля оздарилась ДТЗ. На обочине пошкодженный велосипед, а побоч его уладальник с тяжкими травмами. Многие этого не зауважают и просто проезжают мимо. А лишь не Виктор Бурмистров. Автомобилист доброведая, что робить у такой ситуации и одразу починает денежать. Ну я вижу, лежит велосипед, и обратил внимание велосипедистов. Сейчас только много велосипедистов, особенно в городе. Они так невнимательно все ездят. Некоторые аккуратно ездят, но некоторые... Я посмотрел, лежит велосипед и подумал, не дай бог, человека сбили. Я сразу взял право, остановился и решил оказать первую медицинскую помощь. У тех, кто не спынился, отказ один. Не зауважив тому, что был сконцентрован на дороге. По статисты, цена вот свядомые. Автомобилисты не зауседы могут оказать потребную допомогу. Вельми часто у критичной ситуации человек губляется и просто не ведая, что робить. Без применения каких-либо медицинских препаратов, без применения медикаментов. Самое главное здесь остановиться, оказаться неравнодушным, подойти к пострадавшим, осмотреть место происшествия. Если пострадавший в сознании спросить, что произошло, что случилось, вызвать скорую помощь и находиться рядом с пострадавшим до приезда медиков. На шасте ДТЗ, якое на протягу години притягивало увагу одних водителям и полностью было проигноровано иншими умовное, у роли потерпелого выступил гомельский волонтер Максим Фоминов. Усё, как у соправданных кино, профессийный грим и выдатная актерская гульня. Я как волонтер, я готов на всё, ради, кажется, эксперимента, и посмотреть, как люди реагируют, проедут они мимо, либо остановятся, помогут мне. Проверяем, равнодушные люди ли, пострадавшим. Ну, убедились, что не все так равнодушно проезжают. Подобный эксперимент супрационники ДАИ проводят у пятый раз и выниками опошни газа сталися задоволены. За годину 30 автомобилистов спынились на месте ДТЗ и аж Ш-10 свернулись до инспекторов, які знаходились у двух километрах. Это только радует нас, что люди помогают друг другу, звонят, обращаются в скорую помощь. Супрационники ДАИ, разом с волонтерами «Червоного крыжа», закликают у всех автоматеров быть уважливыми на дороге и не игноровать место ДТЗ. От того, на кольке своя часова будет оказана допомога, может залежить житет человека.